Скатился дизлайк, отписка. Такого я уже давно не встречал в комментариях. Может, когда-то где-то там это было, когда у меня было 2000 подписчиков, но сейчас народу все нравится. Многие скажут, вот он, наконец-то вернулся, наконец-то. Быстрые тачки, башинг, квадрокоптеры, все, как было раньше. Многих достали уже трофейки, это я знаю, друзья мои, по вашим комментариям. Но комментарии именно оставляют те, кого они достали. А те остальные полмиллиона, миллион людей, которые смотрят видео с трофейками, тех не достали. А вот вас, 15 человек, они достали. Это я понял. Вот, но, как видите, погода пришла, трек просох, начинаем башинг, начинаем ломать. Я как не выйду, так обязательно ломаю тачку. То ли тачки такие все ни о чем, то ли я слишком много от них требую. Наверное, все-таки второе, потому что я гоняю, скажем так, на все деньги, проверяю прям по полной. И из последних, раз, два, три, четыре, наверное, тачки, которые я выгонял на трек-башинг, ни одна не уехала, целый. Вот. Знаю, что выгоню Мюгена, топового, либо, ну, типа, какую-то там, как она даже, фирма-то не забыл, как называется, Текно, такая, да, она так себе, то они вряд ли сломаются от этого башинга. Ну, даже Таллион, Кратен и Ауткас, я думаю, все это дело выдержат, но все остальные, они находятся в другом ценовом диапазоне, и поэтому не выдерживают. Поэтому вы смотрите мой обзор, видите, что ломается тачка, ну, сразу понимаете, что вы-то вряд ли будете на все деньги на ней башить, вы будете аккуратненько с ней обращаться. Но лимит у них есть, предел есть. Да у всего есть, и Мюген ломается, ну, китайский, если он, естественно. Да и у меня рычаг ломался, хоть и не китайский. Как приземлишься еще, но от некоторых тачек я, честно говоря, обалдеваю. Да, бывает прям вот полнейший Китай, который ломается на ровном месте, но последний ZD Racing меня порадовал. Да, поломался чуть-чуть рулевая, ну, как бы башил я на нем неплохо. Вот, и что там еще? Я М-Макс сломал, М-Макс есть свои косячки, потом в обзоре увидите. Сломал Серпент, Серпент это вообще жесть, ну, вроде как фирма должна быть неплохая, она с 1980 года существует. Я думал, ну, Серпент, ну, сейчас ты покажешь мне, типа, как это, ну, заднеприводная она, на БК, типа, как Firestorm, да, достаточно неубиваемая тачка, все, вот, думаю, купить, не купить новую, но надо взять, видимо. Растлер, ну, Растлер там тюнинга требует, конечно, но в любом случае, по секрету, Серпент сломался практически пополам. Вот прям жесть. Там две детали сломалось, но приземление было ни о чем. Да, на улице было 2 градуса, можно списать и на это, но я думал, Серпент более такая качественная штука, и я буду на ней дольше башить, а вышло даже меньше, чем на каком-то ZD Racing. Вот это чудеса! Ну, короче, заказал запчасти, я еще на нем погоняю, сейчас у нас будет тепло, побашу, еще раз посмотрю, вдруг это прям болезнь, что тачка ломается пополам, как какой-нибудь E-Max, и, ну, тюнинга, мне кажется, на него нету, на этого Серпента. Вот, ну, ладно, это видно будет. Ну, и квадрики, друзья мои, да? Многие любят квадрики. Зина, блин, Зина неплох, реально. И, наконец-то, отправился ко мне, мне кажется, уже отправился, даже трек-номер есть, Xiaomi, Fimi A3. Он стоит столько же, примерно там 200 свои 90 долларов, и, вот, я думаю, будет тоже неплохо. А Fimi A8 так вот тут пока и не летит, не знаю. Что еще-то? И трофейки не забываем, потому что я вам скажу, что я заказал еще, заказал самую дешевую демона, заказал, ну, Axial этот, какой он самый проходимый, Axial, забыл. Axial, Axial, Axial. Короче, Axial самопроходимый, ну, тот, у которого колеса 2,2 дюйма. Ладно, вы все вспомнили, наверное, я вот, к сожалению, не могу вспомнить. Заказал его, он уже пришел, надо получить, потому что там уже все обновили, там мосты от второго Axial, получается, у нас. Axial 1.18 заказал на эту игрушку посмотреть. Будет мотик от Tami, по-моему, такой это, ну, не мотик даже, трехколесный. Фигня фигней вообще. Стоит 100 там с чем-то долларов. Китовая версия, по-моему, надо собирать ее еще. Электронику, по-моему, ставить, не знаю. Ну, чисто показать вам. Мне она нафиг не нужна. Ездит по ковровому покрытию, там где-то гонять. Ну, просто прикольная. Такой ни у кого нету, грубо говоря, никто не выпускает, поэтому решил взять. Вот, что еще будет? Зил, наверное, будет 300 сил. Будет, так там, ну, там всякие трактора неинтересны некоторым. 1.10 масштаб. Еще что-то я еще-то брал. Кстати говоря, проблема с этим. Сейчас разбираюсь с Линдингером. Что-то мне не дает войти в личный кабинет. То ли у меня по IP какая-то ошибка, фиг знает. Потому что с разных компов не заходит. Хотел Киёшу заказать вот эту заднеприводную на коллекторе, которая стоит 140 баксов, а Мэйн ее не отправляет в Россию. Видите, как вот. Поэтому на eBay она стоит 140... 139, по-моему, евро, плюс доставка еще порядка 3000 рублей. На Линдингере будет доставка 20 евро, а также 140 евро стоит. Поэтому сейчас пока разберусь и закажу. Вот. Будет Бэтмобиль. Бэтмобиль вообще просто топовый от Ремохобби. И Ремохобби EX103, что ли, какая-то там забыла называется. Типа новинка вышла, Short Course. Ну, короче, шасси... Хоть и картинки не дают они в магазинах, да? Они дают вот, типа, о, Short Course. Все, берите. Но он также стоит... Это один на 10 масштаб. Также стоит, как и Макс. Поэтому подозреваю, что шасси идентичное. Просто Макс Монстр. Это штука Short Course. И я как бы задумался. Ну, брать, не брать. Ну, наверное, возьму. И думаю, можно взять коллекторную версию. Показать самую дешевую, как едет. Потому что мы знаем, как валит Макс. Будет сейчас видео с замерами максималки, с башингом. Здесь Short на коллекторе. Можно погонять его. И просто по треку. Коллектора там более чем достаточно. Вот. Поэтому... И он такой дешевый получается. В плане, что он стоит всего 7 тысяч. А бесколлекторная версия стоит 12 тысяч. Блин, на 5 тысяч разница. Серьезная разница, на самом деле, за БКшечку. Можно какую-то китайскую поставить туда подешевле. По-моему, 40 баксов стоит какой-то... Ну, самая дешевая такая, да? Китайская эта БКшка. Так что... Вот так получается. Радость огромная. Один из роликов преодолел 50 миллионов просмотров. Это Гризимес. Ну, вы сами поняли, что, конечно, Гризимес не покатушки на треке же, на Мюгене, да? Никто же не будет 50 миллионов просмотров. 50 миллионов раз смотреть. Это фигню. Вот. Гризимес, Блуаз и ТРХ4. 50 миллионов преодолел. Все. Хух. Покликуем, празднуем. Впервые видео. Ну, все остальные ролики так-таки. Там фигня. Там 5 миллионов, 4 миллиона, там 2 миллиона. Ну, как бы это уже ни о чем получается. Вот. Одно топ. Топ. Топ это что? Это ТРХ и Блуаз. Это топ. И все. Ну, так что, друзья мои, кто-то возрадуется, что вернулись быстрые тачки и квадрики. Кто-то опечалится, что сейчас лето. Скоро лето придется, будет сухо и будет мало Гризимеса. Но наверстаем, воды нальем, грязь сделаем. И на втором канале, естественно, Гризимес будет. И опять будем загонять фуры в грязь. И не только. И экскаваторы. Кстати говоря, экскаватор Амиви, который у меня сломался немножко. Блин, это не работает у него. Короче, надо разбирать, смотреть. Все остальные каналы работают. Один канал не пашет. Может, движок вклинил. Я же от них много требую. Вот. Они все-таки такие. Не гидравлика, ничего здесь. А я их по максимуму. Всех. Вот. Поэтому сейчас надо его отремонтировать и опять загонять в грязь. Неплохо едет по грязи. Кто не смотрел ролик, смотрите на втором канале, как вытаскивали Оптимуса из грязи. Экскаватор прям вообще круче танка. Вот я на танке ездил. Танк не тянет. Реально. Танк все. Гусеницы этот. Гусеницы все в грязи. Роет, роет, роет. Да еще плюс грузовика вытаскивает. Вот. Короче, вообще круто. Мне это понравилось. Поэтому такой неплохой. И с ним можно реально поснимать хорошие кадры. Вот. Так что, друзья мои. Не скатился. Не отписка. И лайки. Пока.